Субтитры создавал DimaTorzok А церкви в деревне Луково Малорицкого района встречаются в середине 17 века. Храм построили после того, как своим чудесным явлением Пресвятая Богородица спасла жителей от смерти во время затопления деревни весенним паводком. Пречистая Дева оставила людям в память об этом событии отпечаток своей стопы на камне. Святыня до сих пор хранится в местной церкви. Вот уже несколько столетий деревня Луково привлекает множество паломников. Когда-то здесь хранилась чтимая икона Божией Матери «Утоли моя печали». Праздник в честь этого образа стали праздновать в пятницу, десятые недели после Пасхи. На эти торжества, как и на престольный праздник церкви, стекалось много богомольцев не только из окрестных селений, но также из Украины и даже Почаева. Когда-то в далекое время здесь произошло чудесное событие. Над Луковским озером разразилась сильная буря. Резкие порывы ветра вырывали с корнями деревья на полуострове, где возле небольшой часовни собрались проживающие здесь люди. Озеро превратилось в бушующее море, вышло из берегов и залило узкую полоску земли, связывающую людей с сушей. Одна из волн со страшной силой ударила в часовню и разрушила ее. Казалось, что гибель людей неминуема. Тут из развалин появилась молодая женщина и велела тем, кто верит в Бога, идти за ней. Когда деву спросили назвать свое имя, в ответ услышали «Называйте меня, утоли моя печали, а в память того, что я у вас была, оставлю вам свой след». После этих слов она ступила одной ногой на находившийся рядом камень-волун и оставила отпечаток своей стопы. Затем женщина решительно направилась прямо в бушующие волны и пошла по воде, которая доходила ей только до колен. Люди следовали за ней. Таким образом, они прошли через все озеро и были спасены. В честь своего спасения местные жители купили икону Божией Матери и назвали ее «Утоли моя печали». Затем на месте разрушенной часовни они построили церковь, в которой поместили образ. Позже церковь уничтожил пожар, а сама икона оказалась целой и невредимой. Она лежала на камне со следом Богородицы возле руин сгоревшего храма. Затем здесь возвели новый храм, в который была установлена та же икона, называемая Божия Матерь Скорбящинская, Луковская, которая после пожара стала почитаться чудотворной. В 1961 году по решению облсовета Луковская приходская община была снята с регистрации, а церковь разобрана. После закрытия храма прихожане старались спасти святыни. Основная часть утвари и иконы были переданы в храм села Черняны. Камени с отпечатком стопы Богородицы закопали в землю, а колокола затопили в озере, во избежание поругания над ними. И только в 1992 году в Луково был построен новый храм. Все святыни, которые удалось спасти, включая колокола и камень со следом Богородицы, были торжественно переданы новой церкви. К сожалению, не удалось найти чудотворный образ Луковской Божией Матери, который исчез в богоборческие времена. В 1999 году была написана новая икона явления Божией Матери на Луковском озере, которая теперь находится в храме на центральном аналое. Жители деревни Луково, желая увековечить для потомка святое место, где явилась Божия Матерь и стоял старый храм, решили построить часовню. В 2010 году преосвященнейший Иоанн, епископ Бреский и Кобринский, совершил освящение храма-часовни в честь явления Божией Матери. Место, где произошли описанные события, известно и сегодня, так как считается археологическим памятником, древним городищем, отмеченным охранным знаком. Ежегодно в пятницу десятой недели после Пасхи от храма города Малориты идут многочисленные пешие паломники. Преодолевая путь в 25 километров, крестоходцы прибывают на полуостров Луковского озера к часовне, где в полночь за божественной литургией возносят молитвы Пресвятой Богородице, уповая на ее благодатную помощь. Субтитры создавал DimaTorzok